В связи с терактами в Санкт-Петербурге, в России усилили мир и безопасность. И вот буквально вчера в Твиттере наткнулся на такой пост. Девушка из Питера пишет, третьи сутки после взрыва. Спускаюсь в метро, а полицейские задержали и досматривают молодого парня только за то, что у того на ранце имеется большая наклейка Навальный-2018. Слушайте, вот уж действительно, наконец, полиция делом. Занялась реального бандюгана. Поймали, теперь хоть в метро будем ездить спокойно. Ладно, начинаем. Вообще, случай, о котором я только что вам поведал, не единичный. У нас и до Питерского теракта, сразу после мартовских митингов, полиционеры активно террористов выявляли. Вот, пожалуйста, еще пример. Город Волгоград. Там один из жителей решил прогуляться по улицам в руках с, внимание, государственным флагом Российской Федерации. Особенно длительной та прогулка, впрочем, не получилась. Первые же встреченные гражданином стражи порядка разглядели в нем подозрительного типа. Внимание на экран. Я объясняю вам. Я, Болт, Анатолий Вячеславович, гражданин Российской Федерации. Держу руках флаг, государственный символ Российской Федерации. Покажи Конституцию. Вот, Конституция и государственные символы. Разверни. С другой стороны, разверни. Вот написано. Государственный флаг Российской Федерации. Я с таким флагом иду. Гуляю по своему городу. Цель вашего шести. Я гуляю по своему городу. Соглашусь, да, в какой-то мере все это действительно провокация. Не просто так автор ролика данную историю затеял. Но с другой стороны, неужели российский флаг настолько похож на бомбу или автомат? Да хотя бы на рогатку. И вообще полиционерам заняться больше нечем, кроме как таких вот товарищей трясти. Да к тому же к нему ведь не один полицейский-то подошел. Их там вон целое подразделение. Понятно, что полиция делала свою работу. Ну ладно, если так говорит гуру, ему видней. А это реальная журналистика. Тема выпуска сегодня. Как Россия террористов побеждает. Поехали. С другой стороны, а как еще террористов напугать и победить? Ну, один из способов я вам уже продемонстрировал. А еще как. И тут на помощь пришли кремлевские политтехнологи. Ага, спецслужбы всего мира ломали над этим головы десятилетиями. Пиарщики решили проблему на раз-два. Выйдем на митинги, сказали они по всей стране. И вуаля. Сегодня правком студентов Петрозаводского госуниверситета и Карельский совет ветеранов обратились к жителям республики с призывом прийти на митинг солидарности в борьбе против терроризма. Митинг пройдет в субботу 8 апреля в 11 утра на площади Кирова в Петрозаводске. Дорогие друзья, 3 апреля в Санкт-Петербургском метро был организован теракт. Я прошу вас не оставаться равнодушными и 8 апреля в 11 часов утра прийти на площадь Кирова. Слушайте, по-моему, толково придумано. Это вам не мелочь по карманам тырить. С коррупцией, митингами бороться бесполезно, неэффективно. То есть, тоже гуру, кстати, говорил. Если же вернуться к центральной теме коррупции, то вообще еще нигде в мире коррупция не была побеждена на митингах. А вот террористов напугать, выйдя на улицы с красными ленточками в легкую. Они ведь как только увидят толпы людей по телевизору, да с плакатами, да на которых написано «Нет террору», испугаются и попрячутся по щелям. По-моему, гениально. А что мы раньше так не делали? Давно бы избавились от этой нечисти. А если серьезно, господа, что правда кто-то думает, что вот эти вот митинги, запланированные властями на 8 апреля по всей стране, действительно хоть сколько-нибудь решат проблему терроризма? Ведь совершенно очевидно, по-моему, что все это вполне себе носит чисто политический характер. Ни о каких антитеррористических выступлениях в данном случае речи не идет, да и какой смысл митинговать против бандитов? Я не думаю, что это реально как-то может изменить ситуацию, потому что террористы, они ведь как бы митинги. И я не думаю, что они следят за митингами, и это их интересует. Не вижу целесообразности. Ну что, мы выйдем по митингу, а если в это время террористы воспользуются? Мне кажется, это такая трагедия вообще ужасная. И тут не до массовых мероприятий. В принципе, я не понимаю, зачем мне эти митинги нужны вообще. В чем смысл? Все против терроризма, это так понятно. Вместо того, чтобы бороться с терроризмом, собирать митинги, наверное, они очень боятся других митингов. Вот правильно, парень-то только что сказал. Те, кто не одобряют действия террористов, им митинги не нужны, они и так их не одобряют. Бандитам же, в свою очередь, глубоко наплевать, хоть умитингуетесь вы там, поэтому, ну, более глупые и бесполезные инициативы придумать нельзя. Другое дело, что это некий ответ Чемберлену, и думающие люди это понимают. Ну как же так? Навальный вывел людей на улице, несмотря на то, что запретили, а ответки не последовало. Киселеву с его бредом про 10 тысяч евро на руке, ни один нормальный человек не поверил. Это не ответка. Алексей, но ведь вы обещали всем незаконно задержанным по 10 тысяч евро. Да, но митинг не был санкционирован, вас задержали законно. Появились и говорящие картинки. Где 10 тысяч евро? Представляю, в какие крылья превратятся уши этого лопоуха, когда взымать 10 тысяч евро для него будут с его родителей и бабушки с дедом. Людей мотивируют ложными целями. Да, как с одной стороны используют их недовольство, с другой стороны подталкивают к действиям, которые, в общем-то, доносят ущерб. Не ответка хотя бы потому, что да за половину этой суммы и Киселев, и Соловьев, и все ВГТРК в полном составе прибежало бы помитинговать против Димона. Но это глупость несусветная. А что не миллион, кстати? Тоже вопрос. Ладно, не хочу больше об этом говорить, а сказать хочется о другом. Во-первых, о тех митингах, которые дополнительно согласовали на этот же день, на 8 апреля, во всяком случае в Москве. Нам наконец-то согласовали антикризисный митинг номер один. Видимо, после 26-го числа власть увидела, что народ готов бороться за свои права. И пошла на попятую и дала нам право проводить митинг. Союз националистов, демократов, либералов внутри новой оппозиции дал свои плоды. Мы, в принципе, единственные практически в Москве получили сейчас согласованный митинг. Всех, кто участвует в протестных движениях, всех, кто хотят что-то изменить в нашей стране, приходите 8 апреля в субботу. Приходите все, вне зависимости от того, каких вы взглядов, и посмотрите, пообщайтесь, выскажите все, что вы думаете по отношению к власти и к тому, что эта власть пытается с нами сделать. У меня сразу вопрос, зачем это сделали? Вот зачем? Ну, всем давно очевидно, что наша страна некоторое время назад разделилась на два лагеря. Для чего нужно было на один и тот же день согласовывать массовые акции обеих сторон? Чтобы люди там морды друг другу бить начали? Чтобы беспорядки случились с нас, а массовые окукловоды потом аплодировать будут? Это натуральная провокация. Да лучше бы, правда, не политиканством занимались, а с терроризмом боролись, по-настоящему боролись. Вот хотите пример еще один? Сразу оговорюсь, это видео снято ни вчера и ни сегодня, потому что сегодня и правда полицейские ушки на макушке держат еще бы недели после теракта не прошло, но видео реальное снято в Екатеринбургском метро. Вот вы видите, как люди заходят в подземку. Вот она, эта рамка металлоискателя в сторонке. Тут же полиционеры тусуются, никто через эту рамку не проходит. Да я сам всю дорогу хожу мимо них, мимо рамок смысля, и никто мне ни слова, ни полслова. Поверьте мне, пройдет пара недель, и похожая ситуация будет наблюдаться в каждом российском городе. Про меры предосторожности опять забудут. Рамки эти снова начнут выполнять функцию мебели. Ну будет так, хотите, поспорим. У нас же страна потемкинских деревень, мы только изображать видимость чего-либо умеем, и очень недолго, кстати, сказать. Знаете, мне как-то, когда я еще на радио работал, один умный еврей озвучил в эфире весьма занятную мысль. Мы производим видимость великой державы, сказал он, а больше мы ничего не производим. Подумайте об этом. Это была реальная журналистика, и сегодня вот так. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Делитесь своими мыслями в комментариях. Все, что думаете. У меня демократия, в соцсети ко мне заглядывайте. Ссылки внизу. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. Я же за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok